Всем привет! С вами я, Таня Котова. Я рада объявить начало нового, свежего выпуска самой информационной из музыкальных программ Ньюсбокс на телеканале Russian Music Box. Поехали! В этом выпуске Ньюсбокс вы увидите. Наталья Гордиенко демонстрирует язык телом. Что группа 4Post подарила фанатам в свой день рождения? Настоящий грузин Ираклий Персхалава дал громкий концерт в Москве. Как стать лучшим отцом? Это и многое другое не пропусти на Russian Music Box. Есть такой международный праздник в День Матери. А вот папаш почему-то обделили. Но это недоразумение уже исправлено. В России стартовала ежегодная премия Отцы Года. Быть отцом – дело непростое и, прямо скажем, получается далеко не у всех. Но эти мужчины со своими обязанностями справляются на ура. Недаром же их пригласили на первую ежегодную премию Отцы России. Все номинанты медийной личности и им порой приходится намного сложней. Постоянные разъезды, съемки, гастроли. В чем же секрет? Какой он идеальный отец? Купает ребенка, когда он маленький. Пеленает его, когда он очень маленький. Отводит в детский сад. Приводит в детского сада. Это, наверное, тот отец, который может своему ребенку дать не только жизнь, не только путевку в эту жизнь взрослую, но самое главное – вложит какие-то азы миропонимания, с помощью которых человек сам уже, стоя на своих ногах крепко, может делать какие-то правильные движения в этой жизни. Идеальный отец – просто отец, который дома. Ну а как может идеальный? Все разные. Один сильный, другой слабый. Один умный, другой глупый. Самое-то главное, что он папа, и он дома. А не шландается, где попало, в надежде, что это не персонажа Басилашвили, это вечно командировочный чувак. Как правило, мамы знают о своем чаде абсолютно все. Размер одежды, обуви, в каком кармашке лежит платок и многое другое. Выясним, что же самое главное для отцов. Вообще, между отцом и сыном не должно быть никаких секретов. И я, в первую очередь, когда Илюшка подрастет, мои слова будут ему адресованы, в связи с того, что я пойму абсолютно все. Когда моя жена забеременела, я скачал приложение «Я беременна», я скачал. Я следил каждый месяц за тем, как увеличится плод, что у него развивается, какие-то чего у него там, уши появляются, все. Но, соответственно, потом количество информации увеличивается, и ты больше и больше осведомлен о детях. Я так не хочу рассказывать, что я уже знаю о детях. Получается, что для мужчин гораздо более важными являются вопросы становления личности и развития. Мужчина должен быть ответственным и содержать семью. Это, конечно, все, да, но при этом надо не забывать, что мужчине надо позволить заниматься творчеством, позволить ему рисковать и позволить самореализовываться. А женщина всегда должна находиться рядом и дарить ему энергию, которая ему для всего этого необходима. Я думаю, сейчас после этого интервью все мужчины России захотят стать нашими мужьями. Стоит отметить, что все номинанты премии «Отцы России» как раз и есть те самые люди, которые смогли воплотить свои задумки в жизнь. Может, это и есть секрет успеха? Каждая девушка фантазирует об этом, но не каждый отважится это сделать. Уж я-то точно знаю. Наталья Гордиенко не побоялась стать ближе к своим поклонникам и продемонстрировала самое покровенное. Кажется, пришло время развенчать миф о скромности Наташи Гордиенко. На днях она встретилась со съемочной группой Russian Music Box и рассказала кое-что пикантное о себе. У меня было очень сложно раскрутить на подобные мероприятия сегодня. Это достаточно откровенно было. Даже если бы это был мальчик, но какой-то мой мальчик, которого я не стесняюсь, я бы ее так вот сделала. Но вот как-то перед чужим человеком мне сложно открыться. Боже мой, вот это интрига. Вам наверняка не терпится узнать, что же такое сделала Наташа, а главное, с какой целью. Ну вот в шоу-бизнесе это для чего? Это понятно. Для чего? Для того, чтобы расширить свою аудиторию и мужиков больше на концерт придет. Вот так певица рассуждает о пользе фотосессии в стиле ню для известного мужского журнала. А вы о чем подумали? Кстати, Наталья уверена, что ее фотографии почти не подвергнутся ретуши. Ну, у меня 42 килограмма, у меня грудь третьего размера. Я не знаю, что у меня в фотошопе. Наташа, не переживай, все нормально. Иначе вы тебя просто не пригласили. Лучше дай совет тем девушкам, которые сомневаются насчет подобных мероприятий. Если подобная фотосессия нужна для самоутверждения, а вообще, если вы его девочка скромная, то нахуй этого вам надо. Ну, как говорится, главное меру знать. Наташа Граденко специально для Russian Music Box. У нас у девушек, помимо постоянной борьбы с лишним весом, есть еще минимум две причины для расстройства. Красивые, но неудобные туфли и совершенно нечего надеть. Интересно, а у мужчин есть такие проблемы? Встречают, как говорится, подежки. И хотя у мужчин в этом плане проблем сравнительно меньше, все же одеваться красиво хочет каждый. Для меня это 50% успеха, как для артиста. Это самовыражение, это то, как ты к себе относишься, то, как ты хочешь, чтобы относились к тебе люди. Для меня это многое. Сейчас в магазинах и бутиках полны-полно одежды на любой вкус. Но не все блузки, кофты и брюки бывают удобны. А при активном образе жизни комфорт, согласитесь, очень важен. Я не люблю, даже если это супер какая-то крутая вещь, если мне некомфортно, неудобно, прям вот сколы, там неудобно штаны и ногу поднять. Я не люблю такую одежду. Я вообще считаю, что уже пора сделать костюм для оленей с человеком. Знаешь, это мечта оленей, свитер с человеком. Но оленей, мне кажется, здесь будут лишними, потому что здесь вот прям все черепахи. Выходит, у нас мужиков, по сути, те же самые проблемы, что и у женщин при выборе одежды. Разве что каблуков мы не носим. Хотя главная звезда в шоке предпочитает обувь на платформе. Так что и тут все абсолютно индивидуально. Рома Кенга примерит роль главного музыкального эксперта еженедельного чата ТОП-10. Кто достигнет вершин хит-парада и какие новинки ждать в октябре, смотри в программе ТОП-10 с Ромой Кенга на Russian Music Box. Премьеры по субботам в 18.00. Веселая толпа, отличное настроение и музыка, музыка, музыка. Именно так прошла очередная вечеринка-сгущенка. Главным действующим лицом, который стал счастливый папаша Иракли Перцхалава. Все-таки мы считаем, что в выходные лучше сходить на концерт, чем сидеть дома перед телевизором. Это мнение вместе с Russian Music Box разделили как минимум 2000 человек, которые на днях посетили шоу Иракли Перцхалава. Настроение у артиста было отличное. Все потому, что буквально за пару дней до концерта у Иракли родился второй сын. В связи с этим и возник вопрос, чем руководствуется певец, выбирая имена для своих детей. Быть может, в честь кого-то из родственников, дедушки, например. Нет. У моего дедушки очень было сложное имя, которое даже в Грузии очень редкое. Были абсолютно другие мысли. Они очень сокровенные, очень духовные. И по этой причине. Они были названы, мои два сына, именно таким образом. Илья и Сандро, Саша, Александр. Не упустил возможность поздравить друга и батишта, который тоже принимал участие в концерте. Ика, ну, ты уже получил от меня. Я поздравляю твоих близких с рождением еще одного первенца. Сандро, Саша, дай бог здоровья, родители у тебя хорошие. И теперь самое главное, чтобы они в тебя вложили то, что, собственно говоря, горы вложили в Иракли Перцхалава. И всю его мудрость житейскую, и позитив, который он излучает, я надеюсь, что останется и в тебе, собственно говоря. И даже в большей степени развиться в течение времени. Тему детских песен поддержал и сам Батишта. Моему сыну, которому три года исполнилось буквально позавчера, его зовут Ермолай. Я уже придумал имя, его зовут Ермак. Но вернемся к концерту. Иракли порадовал публику лучшими песнями и вообще отвлек всех нас от плохой погоды. В пляс не пустились только ленивые. Иракли специально для Russian Music Box. Все-таки щедры наши звезды на подарки. Мало того, что постоянно радуют новыми проектами, так еще и в собственный день рождения концерты дают. Толпа качает руками в такт музыке, а по залу разливаются ритмы хип-хопа. Так, прошел первый большой концерт рэпера Элуан, который, кстати, состоялся в день рождения исполнителя. Да уж, теперь Ливан точно может похвастаться тем, что на его день рождения пришла целая толпа гостей. Поклонникам рэпера действительно нужно дать должное. Они не только сжигали весь концерт, но и не забыли поздравить кумира. Все рождение! Все рождение! Все рождение! Все рождение! Все рождение! Ну а как же без поздравления от родителей? Это мой папа и вам! Счастья! Счастья в твоем жизни жизни! И снова новой жизни удачи! Хороших, приятных друзей! Russian Music Box уверен, что и день рождения, и концерт на 100% удались. Будь здоров, Ливан! Группе Фу-Пост на днях исполнилось два года. И пусть цифры не очень серьезные, но поработали ребята за этот период на славу. Смотрите сами. Эх, и правда жаль, что день рождения бывает только раз в году. Ведь группа Фу-Пост отмечает этот праздник так громко, что хочется поздравлять коллектив снова и снова. Недавно Фу-Пост исполнилось два года, в честь чего ребята устроили двухдневное гуляние с массой сюрпризов. Одним из самых ярких подарков группы своим фанатам стала презентация долгожданного клипа «Фиолетовые бабочки». А ведь его поклонники ждали почти год. Кстати, они смогли поздравить кумиров во главе с Димой Бигбаевым в ходе онлайн-конференции. А также получить один из 50 эксклюзивных DVD с концертом группы. Вот это, я понимаю, праздник. Социальные сети – это самый достоверный на сегодняшний день источник информации о жизни наших звезд. Посмотрим, чем артисты порадуют нас на этой неделе. Похоже, в интернете назревает, если не скандал, то сенсация точно. С размахом ответив свой день рождения, Николай Басков в своем микроблоге публично заявил, что главным поп-королем нашей страны является не он любимый, а Филипп Киркоров. И вроде бы все ничего, но в ответ Филипп Бедрозович написал следующее. Что это с тобой, не с той ноги встал? Конечно же, все помнят последствия ссоры Киркорова с Тимоти. Поэтому можно смело утверждать, что и эта история не останется в стороне. Правда, пока никакого с вашего позволения криминала в ней нет. Но твиттеряне требуют сатисфакции и уже начинают припоминать заслуги Баскова и Киркорова. А за развитием событий следите на Russian Music Box. Это были все новости, которые мы хотели вам рассказать. Впереди еще масса интересного, а значит мы увидимся и поговорим об этом совсем скоро. Смотрите Russian Music Box и слушайте только хорошую музыку. С вами была программа News Box и я, Таня Котова. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин